Добро пожаловать на канал Неолайф Всех приветствую И сегодня я хочу поговорить о новостях по криптовалюте Украина демонстрирует, как биткоин может преобразовать развивающиеся страны, где люди ищут надежные средства сбережения Так, пример Украины используется для демонстрации позитивных преобразований, которые могут быть достигнуты благодаря растущему внедрению биткоина Преобладание бумажной системы и централизованного управления создало в стране следующие проблемы Средний уровень инфляции значительно вырос и негативно Это сказывается на сбережениях и долгосрочных вложениях людей При неразвитом фондовом рынке и нестабильной банковской системе у простых граждан минимальные возможности для эффективного вложения средств Это масштабный кризис пенсионной системы Так, 80% одиноких пенсионеров оказались за чертой бедности Также есть риски неплатежеспособности государством пенсии И такая ситуация напрямую затрагивает как нынешних пенсионеров, так и всех работающих И мы видим неэффективность централизованных подходов с одной стороны, а с другой растущее внедрение биткоина в Украине Которое может предоставить уникальные возможности для простых граждан Этот биткоин позволяет создать дефляционную экономическую среду для его владельцев Где каждый человек получает адекватную возможность не только защитить свои сбережения от инфляции Но и в последующие годы получить значительный рост отложенных средств Децентрализованный характер биткоина делает его доступным для всех людей во всем мире Хотя некоторые правительства вводят ограничения в этой области А правительства Украины легализовали биткоин И поэтому украинцы могут эффективно интегрироваться в глобальную финансово-инновационную систему Также стартапы могут эффективно презентовать свои инновации зарубежным партнерам и стратегическим инвесторам Еще биткоин создает дополнительные возможности для минимизации распространенности коррупции И разного рода неэффективности правительства Инвестиции своих средств в биткоин позволят накопить достаточные сбережения Которые смогут увеличить покупательную способность своих активов в долгосрочной перспективе И важнейшим аспектом является то, что каждый человек получает возможность самостоятельно и эффективно Обеспечить свою финансовую стабильность, а не оставаться пассивным объектом государственной политики Также еще новость Согласно последнему опросу Visa, около 25% малых предприятий в 9 странах будут принимать криптовалюту в качестве форм оплаты Опрос был проведен среди владельцев малобизнесов из США, Канады, Бразилии, Сингапура, Гонконга, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, Ирландии и России И исследователи выяснили, что цифровые деньги могут стать универсальным платежным средством XPMarket это новый сервис отслеживания криптовалют в XRP Ledger XPMarket это проект созданный на XRP Ledger для управления линиями, довериями и активами Также можно получить информацию о выпущенных токенах на XRP Ledger и их капитализации Данный сервис можно синхронизировать с собственным кошельком XUM и отслеживать и управлять своими линиями, довериями и активами Сервис также предоставляет данные о количестве средств, их стоимости в XRP, а также количество линий доверия и держателя актива Наличие черных дыр, информация о прохождении имитентом монеты процедуры KYC, а также ссылка на страницы твиттера и сайта при наличии И в будущем появится еще подробная информация о токенах и проектах Также можно отслеживать все последние линии доверия, созданные за последние 10 дней При этом сервис предупреждает, что не может проверить каждый проект, поэтому ответственность остается только за пользователем И еще одна новость, Дэй Шварц, главный технический директор Dipple, в недавнем ответе заявил, что Запрет биткоина правительством США будет катастрофой для компании Ripple И то же самое относится к криптовалюте Ethereum, которая потенциально может быть классифицирована как незарегистрированная ценная бумага Это был ответ Дэвида Шварца Нику Картеру, который обвинял компанию Ripple в активных попытках подорвать две крупнейшие криптовалюты Это биткоин и эфириум Спасибо за внимание, я надеюсь вам понравились данные новости Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии Всем до новых встреч и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok